Вот это вот, может быть, да? Вот это вот. Надо такой вот купить? Оооо... Артельисыч. Так... А это уже правда? Да, это сзываться с тыми. Доле мальчика сажали. Ну, это сзываться с тыми. Это мальчик? Ну да, это сзываться. Ох... Спешите. Не слушайте. А можно так обосновать? А минус ВЦ? Это всё равно нужно пересечь. А пересечь. Двойное отрицание к ВЦ. Правильно? ВЦЦ. Согласны? Вот, а двойное отрицание... Так, хорошо. И как нам это помогает? Какие глаголы будут? Да ладно. Спустя. Так, а вот это почему? Вот это пошло почему? А это для вложенных событий, да? Ну, это... А... Да, вероятность А, да? Минус вероятность В. Я только если... Событие В... Вот это? Вложено вот в это событие. То есть вы хотите так сказать... ВА минус... ВВЦ. А нельзя. Вот смотрите. Например, мы вычтем... Ну, пустое множество минус аминга. Вот. Из нуля вычитаем момент, получается минус один. Поняли, да? Поняли, да? То есть немножко проколы здесь, да, в решении? Да. Вот. Спасибо. Давите результат. Подумайте еще. Так. Думайте. Думайте, как решить задачку. А вы прошли теоремеральность. Сейчас у вас статистика начнется. Такая задача. А кто знает формулу включения-исключения? Знаете? Не знаете формулу включения-исключения? Не знаю, как она называет. Не знаю, как она называет. Ну, я понимаю. Не знаю. А может быть вы ее не знаете. Все. А, ну это понятно. Да. Это для случая двух, а так ее можно обобщать на большее. Да. Значит, давайте сначала вот такую опасную формулу, да? Да. Перед вот этим упражнением. Причем так вот. Да. Так. Значит, смотри. Нам надо такую штуку доказать, да? А объединить В. Можно представить, как А без В. А, В. В без А. Верно? Это вот мы обосновываем вот эту формулу. Это реально тоже написано? Да. Eine, взятки. Ааа! Иf не пересекаются эти кусочки. То АВ плюс ПАВ плюс ПВ минус А. Так, ну и посередине это то, что... А, ну еще нет. Значит, добавим и вычтем ПАВ. Значит, ПАВ плюс ПВ минус А плюс ПАВ минус ПАВ. Ничего не поменялось? Ничего не поменялось. Вот это и вот это. Они не пересекаются. Поэтому вероятность от объединения это сумма вероятностей. Но мы распаковываем в обратном направлении. Распаковываем. Вот, получается А. Так, это вот это. Это у нас что такое? ПВ. Ну, это такая цель. ПАВ. Как только мы вывели такую формулу, значит, у нас вот эта вероятность, она может быть снизу, ну, например, такой границу оценится, правильно? Потому что это, эта часть этого, монотонность вероятности единица. Так что это один. Это один по условию. Это один по условию. Итого, получается, что это должно быть тоже единица, иначе равенства не будет. Так, это один по условию. Формулы отключения и отключения для большего числа забыли. Угу. ПАВ. ПАА. Плюс ПАВ. Плюс ПАВ. Плюс ПАВ. Плюс ПС. Как выводится? Можно просто рассмотреть АВ и С1. Нарисовать можно, но на самом деле выводится по индукции. Мы для n равно 2 доказали формулу. Предполагаем, что она, наверное, для n членов, а доказали для n плюс 1. Давайте я вам другой расскажу способ, очень хороший. Мы сейчас немного опережаем, чем... То есть мы еще мат ожидания не прошли с вами, но вот по науке, да? Но тем не менее вы это уже прошли, но теперь вероятность. В принципе, нормально. Значит, смотрите, вот такая вероятность ПА объединить БА объединить С. Это мат ожидания от индикатора А объединить БА объединить С. Что это за случайная величина? Это случайная величина равна единице, если попало в АВЦ, и 0, если не попало в АВЦ. 1 умножить на вероятность АВЦ, плюс 0 умножить на вероятность не АВЦ. То есть это получается вот какая-то штука-то, ладно? Да. Так. Значит, смотрите. А что такое будет, значит, у нас ожидание от такой штуки? Ну, понятно, это будет ПА от пересечения. Понятно. Вот. Давайте, кстати, из-за того, что индикаторы, они у нас устроены так. 1 на А. Верно? Вот. Почему так? А? Ну, вот этот индикатор, он просто равен в этом индикатору. Почему так? Потому что объем от ожидания индикатора. Ну, то есть это без ожидания, это верно и равен. Почему? Потому что это равно единице, когда одновременно АВЦ, и здесь равно единице, только когда АВЦ, потому что если хотя бы один из них не выполнен, то 0. Вот. Так что вот так, да? Значит. Ну, вот просто как мы минусы получим, если будем считать от ожидания индикатора? Там вроде любая комбинация будет содержаться. Сейчас, 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 одна секунда. Я вот пытаюсь, я просто помню идею. Сейчас, сейчас, мы собрались. Объединение, пожалуйста. Сейчас мы собрались. Сейчас мы собрались. Там не сумма будет. А, всё, надо перейти... Всё. Всё, собрались. Значит, надо перейти вот к чему. Значит, это будет один минус индикатор А. Согласны, нет? Нет. 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 Так, давайте. Один. А, не, может и неправильно, но сейчас мы посмотрим. Значит, посмотрите. Что у меня такого вот за штука? По формуле Деморгана, это у меня объединение, это значит, у меня тут пересечь все. А, значит, немножко неправильно. Вот так, видимо. Вот. С, С. Ещё раз взять С, правильно? Угу. О. Значит, а это будет один минус индикатор от А, С, Б, С, С, С. Верно? Да. Так, это будет равно один минус индикатор А, С на индикатор В, С на индикатор С, С. Всё? Угу. Это будет один минус, один минус индикатор А, один минус индикатор В, один минус индикатор С. Перемножаем индикаторы 1 минус Значит, что у нас здесь получается? Единица, да? Так, дальше Минус 1 на А Минус 1 в В Минус индикатор С Так, какие еще будут? С плюсом Видите, плюс пошел А пересечь В Плюс В пересечь С Плюс А пересечь С Согласны? И минус АВС Правильно я написал? Единицы ушли Раз, два И минусы пошли в обратном порядке Значит, индикатор А Плюс индикатор В Плюс индикатор С Минус индикатор АВ Минус индикатор ВС Минус индикатор АС Плюс индикатор ВС Минус индикатор ВС Берем ожидание таких частей И получаем Случайная величина равна единице, когда а, и ноль, когда не а. Единица с вероятностью а, и ноль с вероятностью не а. А там нужна какая-то нормализация? То есть, если у нас будет мера не единица, а максимальная. Ну, мю а будет отдать. А, мю а. Мю а будет. Окей, спасибо. Ну, это мы еще пройдем, когда с вами ожидания будем проходить. Но это понятно, это Бернулиевская случайная величина. Угу. Вот. С вероятностью успеха по а. Да, очень простая вещь. Это значит, у нас, ну, если по науке, что это такое? Значит, у нас это будет, значит, когда эта случайная величина, вот, можно написать. От омега это будет единица при омега, попавшем в а. И ноль при омега, не попавшем в а. Ну, или попавшем не а. Какое будет распределение вот такой случайной величины? Значит, здесь у нас значение, здесь вероятности. П, индикатор, а. Значит, с какой вероятностью единица? С вероятностью а. П, а. С какой вероятностью? Ноль. Единица минус П, а. Ожидание? П, а. Да. Включение. Понятно, да? Здесь взяли от обеих частей ожидание, получаем такую вот формулу, которую мы написали. А для четырех, ну так же делаете, для пяти так же. Видите, через ожидание можно затаскивать вот эту формулу включения-исключения. Есть два подхода. Либо по индукции доказывают, либо вот таким способом. Ну, я забыл уже, как это делается. Я просто помню идею, что надо на основе вот этой вот формулы расписать вот эту вероятность. Ну и дальше уже сообразил как. Вот. Вот. Так, видите, мы с вами как много-то делили вероятности. Семья. Так. Давайте следующую задачку обсудим с вами. Ну, например, мы с вами показательное распределение обсуждали, нет? Ну, вот. Давайте такую задачку решим. По-моему, никакой не решает. Так, это упражнение из водного листа зла. Потом я не знаю, какого у него будет номер, но пусть. Омега – это промежуток окулята единицы. Сигма алгебра – это баррельская сигма алгебра на 0,1. П – это классическая мера любега, ну, то есть длина классическая. Мера любега на интервале 0,1. Докажите f-измеримость случайной величины х из тампункта и найдите ее функцию распределения. Пункт давайте сделаем. Ну, давайте, наверное, помережаем. Помережаем. Х от омега – это минус 1 поделить на лямо натуральный логарифм от омега. Решали такую задачу, нет? О, отлично. Ну, мы больше давайте сделаем, чем положено. Значит, найдем функцию распределения. Если вдруг есть плотность, найдем плотность. Найдем ожидания, найдем дисперсию. Ну, мы в ходе не прошли ожидания и дисперсии, ну, просто по науке. Но найдем так, как пока вы умеете. Ну, по сути, формулы такие и будут. Мы так и будем считать, когда их обоснуем. Но в начале дается другое все-таки определение. Для ожидания возраста, да, там никаких непонятностей не возникает. Для начала давайте нарисуем график этой случайной величины. Она разве не непрерывная? Что? Кто? Ну, это непрерывная. Что-что? Ну, нас разве не надо сказать, что там функция непрерывная, поэтому... Поэтому? Что измеримое, нет? Поэтому что происходит? Измеримое, умноженное. Да, 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 это понятно. Конечно. Эта функция непрерывна на 0 и 1. Да. Значит, поэтому она... Она является баррельской, поэтому отмеримой. Это понятно. То есть, по сути, я хочу функцию распоряжения найти. Вот. Ну, это понятно. Хорошо. То есть, не зря прошло занятие. Вот. Ну, теперь вспомнили, нет? Ну, хорошо. Так, здесь у нас 0, здесь у нас 1. Так, в точке 1 у нас все. 0, да? Значит, логарифм у нас, если с плюсом, он идет вот так, а если с минусом, он вот так. Значит, у нас получается график случайной величины вот такой. И наверх пошел. Ну, эта точка у нас не входит в множество, поэтому... Вот. Если выходит у нас вот такое, да, то значение получим такое. Если другое, то другое. Значит, смотрите, область значений, множество значений, это случайные величины, это от 0 не включая до плюс бесконечности. Правильно? Вот. Поэтому функция распределения будет равна 0 на всем множестве от 0 до... Ой, от минус бесконечности до 0. Можно формально назвать формально, но по графику это и так есть, да? Итак, мы будем дублировать и формально, и по графику. Итак, пусть текущая точка x меньше равна 0. Тогда функция распределения нашей случайной величины в точке x, это просто по определению, это все такие оменьки, да? Из нашего пространства элементарных событий от 0 ряда единицы, да? Тогда я здесь общее определение напишу, что перед глазами вероятность от таких омега из омега большого, что x от омега меньше равно x маленького, да? Вот. В нашем случае омега это от 0 до единицы, да? Функция в нашем случае это минус 1 поделить на лябда, ln омега меньше равно x, правильно? Значит, эта у нас штука на множестве 0,1, она является строго положительной, а эта штука является нулем или отрицательной. Решений нет. Поэтому p от пустого это 0. Следующий случай это когда x больше нуля. Пусть x больше нуля. Тогда функция распределения нашей величины x в точке x маленькая. и это... Значит, давайте отдельное решимное неравенство. Значит, умножаем на минус лямбда, получается ln. Омега при умножении на минус знак неравенство меняется на противоположный. Вот. Только с минусом, да? Что? Что? Но у нас справа будет строго. У нас лямбда какая положительная? Ну лямбда всегда положительная, да. У нас справа у нас отрицательное число. А логарифт всегда выше нуля. А, да. Нужно перерисовать его. График по логарифму вы что? Все, все, все. ln x. Здесь x. Здесь 0. Да. У меня ничего, да. Оп. А здесь я симптом. О, здесь начало когда. Значит, берем экспоненту. Омега. Больше равно x. Тебе минус лямбда x. Правильно? Значит, у нас омега заключена от этой точки и до точки x включает. А, и эта точка включает. Почему? От этой до единицы, нет? А, нет. Не то, не то. До единицы. Равно. Значит, все такие омеги, что у нас от e в степени минус лямбда x омега до единицы. Да. Единицы не включаются. Ну, такие промежутки мы договаривались не так писать, да? Это, конечно, можно и так писать, но это, на самом деле, пишут вот, даже в детском саду, значит, это e в степени минус лямбда x. До единицы не включают, да? Так это говорили в школе? Да. Это называется полуинтервал, да? А там не пишут. Ну, в детских садах там пишут. Ну, мы можем написать и так. Вот. Значит, у нас это длина. Значит, 1 минус е в степени минус лямбда x. Итак, мы с вами получили функцию распределения на таком и на таком множестве. Значит, она задается кусочком. Функция распределения. Это значит 1 минус е в степени минус лямбда x при x больше нуля и 0 при x меньше равных нуля, да? Такая функция распределения? Да. Кто знает такую случайную величину? Такой класс случайной величины. Это экспоненциальная с параметром лямбда? Да, это экспоненциальная с параметром лямбда. Ну, или показательная с параметром лямбда. И так, и так это одно и то же. Значит, получается, что у нас x имеет показательное распределение с параметром лямбда. Давайте вам пример. Кстати, вот такая штука в следующем пункте тоже будет иметь. показательное распределение с параметром лямбда. Можете убедиться. То есть, она не одна представителя, это целый класс, у которых такая функция распределения. А если у нас там будет повредение не по 2D, а по другому основанию, то там будет, соответственно, тоже другое основание? Ну, только рецепт. Показательное, да? Да. Показательное, да? Так, теперь плотность давайте найдем, да? Ну, тут не просят, но давайте по полной программе, да? Решим задачу. Значит, плотность. Плотность, мы договорились, что это будет производная, да? Значит, это единица по дефиците, значит, минус выходит лямбда е в степени минус лямбда х, да? Ну, некоторые запоминают плотность только, да? Некоторые функции распределения тоже помнят. Вот, а это плотность. Наверное, это опознали точку. Вот. Давайте ожидание найдем, да? Ожидание. Интеграл от минус до плюс бесконечности. Икс лямбда е в степени минус лямбда х до х. Так. Вот так он не совсем от минус бесконечности. Правильно, потому что написано ерунда полная. От нуля. То есть от камин. От нуля. Вот. Почему? Потому что схобка, смотри, вот эта формула f от х, она работает не на всем множестве, а только на куски. Надо разбить на два интеграла, на одном вот это будет ноль. От минус бесконечности до точки ноль. И на втором будет у нас вот такая формула, да? То есть, по сути, значит, действительно от нуля. Значит, как такой ищем интеграл? По частям. Да, по частям. Значит, это будет у нас минус лямбда х. Значит, когда выйдет, у нас лямбда, но минус. Значит, получается, значит, минус х, е в степени минус лямбда х, в подстановке х равно нулю, х равно плюс бесконечности. Минус, так, интеграл, е в степени минус лямбда х, бх. Все согласны? Так, нижняя подстановка. Это для меня ванья. Это для манья. Когда мы туда вносим. Да. А в лямбда не потеряли? Там еще лямбда справа. Нет, она уже как раз ушла с этим. Нет. Из-под дифференциала, когда вы вытягиваете обратно. А-а-а. А-а-а. Ну что такое дифференциал функции? Это производная функция на дифференциал переменного. Производная функция это минус лямбда, е в степени минус лямбда х, dx. Значит, у вас, когда вы расписываете вот эту вещь, это получается вот такая штука. Поэтому здесь минус появился. И это то же самое, что вот это. Ага. Минус единицы на равных получается. Что минус единицы на равных? А-а-а. А-а-а, может что-то получается отрицательное. Да, вот минус, поэтому здесь хорошо. Это единицы на равных просто. Что единицы на равных? А вот это, согласны, что там? Угу. Вот. Нижняя подстановка ноль, верхняя подстановка тоже будет ноль. То есть функция ограниченной вариации. Вот. Это более общий интеграл. Вот. Ну, я не буду рассказывать. Но это как раз при помощи него можно интегрировать вот эти ваши случайные величины смешанного распределения. Когда у вас там, где можно дифференцировать, вы дифференцируете. Там, где у вас скачки, просто значение функции умножается на высоту скачка. Вот. И все. А значение функции где? Один из всех. А это все зависит от того, как имена определили этот интеграл. То есть там есть несколько вариантов. Ну, если непрерывная справа, то, значит, в правой точке. Вам можно вопрос? Самое первое упражнение, которое мы разбирали. Там, где у нас... В общем, если бы мы не заметили сразу, что она всегда принимает только дискретные значения и искали бы через интеграл, то как бы вы это делали? Какие... А, так... Чего? Продифференцировали, и у вас плотность получилась нулевая. А, окей, да. Пытаетесь восстановить, а у вас, получается, нет функции распределения. Ну, то есть она у вас не выходит на единицу. Таким образом, у вас получается, что то, что вы нашли, ноль, это не плотность. Понятно, да? Да. А раз плотности нет, значит, непрерывная, да? Ну, это абсолютно непрерывная. Нет. Если плотности нет, это еще не пойми что. То есть, на самом деле, все... Я же рассказал, что все случайные величины не распадаются на два класса. Значит, есть отдельный чистый класс абсолютно непрерывных, отдельный чистый класс дискретных, отдельный чистый класс сингулярных, но, оказывается, что есть еще и смеси из них. Вот. То есть, там не все так просто. Вот. И, собственно, именно поэтому и нужен интеграл Лебега, который дает ожидания на все случаи жизни, вот, сразу. Вот. А уже потом под каждый случай есть формулы для подсчета для конкретных случаев. То есть, вот для этого случая через такую штуку, там, для дискретных, отдельно, там, для абсолютно... Ну, для смешанных тоже можно вот этот интеграл использовать с Сильтис, и то же самое будет формулы. Вот. Ну, на самом деле, там наука достаточно... Ну, вот если в этом направлении двигаться, она... Ну, не сказать, что очень сложная, но непростая. То есть, этому надо учить. Вот. Ну, то есть, за семестр этому нужно учить. Вот. Так, ну, ладно. Так, значит, для квадрата, да? Квадрата? Что мы пишем? Давайте найдем. Е от х квадрата, это у нас интеграл... Ну, объяснили уже, почему от нуля, да? Х квадрат на плотность, вот, ну, на эту часть плотности точнее, да? На х. Зря я это сделал, потому что сейчас снова этот интеграл поехал. Значит... Ну, это не определение ожидания. Это не определение ожидания. Определение ожидания, это бы вы вот что писали. От нуля до плюс бесконечности. Х на плотность для х в квадрате. Х на х. Это вот честно просто по определению. То есть, вам бы пришлось найти для х квадрата плотность. Ну, у вас вот эта штука. Формулу было бы развести в квадрат. Вот было бы один нолянный квадрат. Квадрат и логарифм. Нарисовали бы график. Построили бы функцию распределения. Продиференцировали бы. Нашли бы... А если будет цель плотности, то важно как это будет случить? Да, так. То есть, вот эта формула и эта формула, они дают один и тот же ответ. Но это обосновывать надо. А если бы... Надо будет? Нет, ну как бы. Мы это обоснуем, но... Да. А это часто вообще происходит, что функция плотности для квадрата отличается от функции плотности для просто случайной величины? Да, постоянно. У вас есть х квадрат с одной степенью свободы, и это... Квадрат нормальный случайный величин. Да это постоянно другие этажи. Конечно, ну что? Вот. Совершенно другая случайная величина. А из функции плотности 2х можно вывести? Вот если бы у нас не было функции, сама сейчас начиная, а только функция плотности ее... Да, да. Как? Значит, откройте, например, Ширяев, вот, или любой другой привычный задачник или учебник по интервью, например, Зубков, Чистяков. Вот хороший задачник. Зубков, Чистяков. Ну, еще и Ширяев. Да. Значит, многие задачники это учили. Но здесь очень, кстати, подробно, очень хорошо написано, вот, как находить функции от случайных величин. Ну, вы смотрите, как плотности для... Как функции распределений, плотности для функции от случайных величин. Вот, это делается. И как суммы находить, как отношения, как... И так далее. А еще гниденко можно, понимаете? Гниденко. Да, хватит трех. Гниденко. Ну, с теорией вероятности вам так уверены. Вот, в одном из этих... Вот, я это рекомендую. Вот. Все это делается. Ну, давайте, считаем. Значит, чего мы делаем? Мы... Падок дифференциал загоняем. Так же, как было? Да, так же, абсолютно, ничего нового. Бесхитростный способ. Лямбда икс. Значит, хорошо. Значит, это у нас будет что? Минус икс квадрат ех степень минус лямбда икс. Подстановки. Икс ноль. Икс плюс бесконечность. Минус ех степень... Это интеграл от 0, да? Ех степень минус лямбда икс. Д икс квадрат. Ну, это снова вы... Нижняя постановка 0. Правая... Вернее, по правилам обитали вы находите. Два раза в обитали вы получаете. Ноль. Идум, что? То есть, получается у вас... Вот что? Значит, минус-минус, это плюс. Вот такой интегральчик, да? Да, кстати, когда из-под дифференциалов вы вводите икса, у вас получается два икс ех степень минус лямбда икс. Д икс. Это мы считаем, что хватает. Да, а мы считаем, только здесь лямбды не хватает, да. Да. Поэтому мы пишем, лямбду вынесли, только один на лямбда, да? И двойку еще можно... И двойку, да. Два на лямбда. Ноль плюс бесконечность. Икс лямбда ех степень минус лямбда икс д икс. И вот эта штука, это мы считали один на лямбда, правильно? Получается два на лямбда квадрат. И дисперсия сразу получается. Дисперсия икса, это ожидание от икса квадрат минус квадрат ожидания икса. Два лямбда квадрат минус один на лямбда квадрат, Ну, в квадрат когда вы взяли. Получается один на лямбда квадрат. Вот мы все нашли. Отлично. Так. Давайте решим такую задачку. Значит, я вам вышлю на ящик, ну, нашего предмета. Ну, я эту лекцию пришлю вам вместе с упражнениями и всеми делами, то вы почитаете, да? Ну, вы готовы елочки. Вот. Тут куча упражнений. Тут, значит, порядка восьми пунктов упражнений два вот таких. Вот. И еще похожее упражнение одно есть. Вот. Все порешаете, поделаете. У нас тут будет случайная величина. Вот. Показательное мы посмотрели, да? Равномерное там будет. Все вот известные вам персонажи. Нормальная случайная величина. Логистическая. И так далее. Так. Упражнение. Придумайте. Пример. Вероятностного пространства омега fp и f измеримый случайной величины. Вероятностного пространства омега fp и fp, которая имеет следующую функцию распределения. Ну и первый пункт. А функция распределения такая. Ноль при х меньше нуля. Один минус p при х от нуля до единицы не включая. Единица при х больше равных единице. И p это параметр от нуля до единицы. Понятно, о ком без речи? Не совсем. Не совсем. Не совсем. Какая разновесная? Дискретная случайная величина скачки в точке 0. Бернулевская. Бернулевская. Конечно. В нуле сосредоточена вероятность 1 минус p. В единице сосредоточена вероятность p. Это то, что мы сегодня с вами обсуждали, да? Это функция из двух скачков, да? Конечно. Короче, надо придумать пространство, на котором будет у нас бернулевская величина. Но это неоднозначно. Можно бесконечное множество таких примеров принимать. Равна p, нет. Что, равна p? Да. Так это же будет просто константа. Случайная величина равна p, она уже не случайная. Она с вероятностью 1 равна p, маленькая. Не годится. Брак. Выраженное изучение человека. Омега p. Нет? Омега p. Не годится. Это будет абсолютно непрерывная. Так. 1. Здесь вот, значит, 0. 1. Отсюда до сюда, например, делаем хове. Так, значит, единичку здесь делаем. А здесь она пошла 0. А у нас тоже там эта длина, да? Ну да. Это можно на другом пространстве. А b? Ну понятно. Вот вам два способа. Ну так. Вероятность пространства вот-вот. Это способ 1, да? Здесь способ 2. Значит, здесь омега. Это Аb. Вероятность. Ну понятно, сигма алгемра у нас. Это 2 в степени омега. То есть 4 элемента в ней, да? Пустое всё. Отдельно А, отдельно В. Значит. П от пустого, понятно, это 0. П от всего это единица. Это можно было не писать даже. П от А это, скажем, П маленькая. П от В это единица минус П маленькая. И случайная величина. Это, ну, можно в двух стилях написать. Либо это индикатор множества. Какого? Омега. Ая, ну, что-то там. А. Ая. Зогласна, нет? Или таблицы. Это то же самое. Здесь омега, здесь Х. Здесь А, здесь Б. 1, 0. Это и это, это одно и то же. Распределение у него будет как вот. Значит, вероятность А это П. Значит, единица с вероятностью П маленькая. Ноль с вероятностью единицы минус П маленькая. Успеваете. Способ 2 осознан. Ну, способ 1. Когда, значит, будем, вот, пункцию распределения строить. Это меньше текущего Х. Да? Вот у нас текущий Х такой, да? Вот линия у нас идет. Слово, какие у нас омеги, ну да, градиспространство такое. Значит, это отрезок 0,1. Сигма алгебра, баррельская сигма алгебра на 0,1. П – это классическая мера Лебега. Лебега на 0,1. И функция, ну, значит, здесь она единица при омегах от нуля до П маленького. И 0,3 омега от П маленького до единицы, да? Или это то же самое, что индикатор, да? Множество от нуля до П маленького от точки омега. Это вот я тоже. Вот братик ее, да? Смотрите, какие омеги меньше вот этой линии? Ну да, вот у меня разного цвета они были, помните, да? Я рисовал синего цвета и черного. Независимо, по-моему, синий цвет. Есть. Смотрите, вот синяя линия, да? Х, да? При каких омегах черная линия ниже, чем синяя линия? Ни при каких. Теперь, при каких, да, значит, вот здесь, ниже или равно. Здесь, значит, у нас, когда 0 попадает при вот этих омегах, да? И длина этих омег – это единица минус П маленькая. Как раз вот как здесь. Дальше, увеличиваете вы здесь. Вот здесь, получается, у вас при каких омегах у вас синяя линия выше или равна чертой линии. Для всех. Это единица получается. И выше – это по-прежнему единица. Вот функция распределения. Ну или формально, я вас уже обучил сегодня, как выписывать функцию распределения, помните? Не, не понял? Все не понял. Вот. Так. Отлично. Ну, здесь вот еще куча пунктов. Это вот, я вышел, вы посмотрите. Разные функции распределения, а вам надо придумать разные вероятности пространства, которые задают такую функцию распределения. Собственно, вот в этом примере про логарифм, да? Вот. Когда экспоненциально. У меня была задача придумать, наоборот, придумать такую функцию, чтобы она имела нужную функцию распределения. Ну, это не сложно делать. На самом деле, регулярный способ общий, значит, если у вас функция распределения вообще строго возрастающая, то чтобы построить случайное вероятность, вам просто надо взять обратную функцию. Вот. А если она не такая, то надо немножко исхитриться. Вот. Ну, все это, в общем, делается. Так. Теперь давайте определение 5. Такое. И на зимние каникулы вам задача. А в следующий раз мы это начнем. Сверху раньше подключу. Значит, определение 5. Пусть заданное вероятностное пространство. Пространство. Омега f по m. И f измеримая случайная величина. Икс из амега в р. Тогда распределением. Или, говорит, распределением вероятности или просто распределением. Распределением вероятности. А, ну супер. Что возьми? И господи. Почему вы перенесли аудиторию? Простите. Случайно. Икс. Называется. Называется. Такая. 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 Ну, не переживайте, потому что мы уже все записываем. Такая играет. Мера. Обозначается она P с нижним индексом. Икс. Икс. Она определена на Борелевской сигма-алгебре. Ну и действует в отрезок 0.1. И определяется очень простым правилом. Такая, значит, что Px от Борелевского множества b. Это есть вероятность того, что наша случайная величина х попала в это множество b. Вот и все. Эта штука – это распределение вероятности. Видите, функция распределения и распределение вероятности – это разные вещи. Но, на самом деле, по распределению вероятности строятся функции распределения и наоборот. Так что, да, ну это я сказал, значит, что такая штука, вдруг почему-то у нас является вероятностной мерой. Собственно, задача состоит в том, чтобы доказать, что на Борелевской сигма-алгебре вот так построенная функция действительно является вероятностной мерой. Вот. Это несложно делать. Надо просто проверить условия, которые заложены в определении вероятности меры. Ну, может быть, даже не будем на каникулы заставлять. Наверное, сейчас сделаем. Итак, что-то. Задание, да? Задача. Задание, это точно. Задание, да? Задание, да. Докажите, что распределение вероятностей случайной величины действительно является вероятностной мерой. На каком пространстве? На измеримом пространстве СРВР. Вероятность на мере – это просто нормированная мера. Мера и вероятность от х – это единица. А, то есть нам просто надо доказать, что она действительно нормированная? Ну да, и сегмодитивность, и неотрицательность, ну и все. Итак, совершенно ясно, что она неотрицательная. Просто потому, что она определяется через неотрицательную функцию. Больше равного. Понятно. Значит, теперь, чему равна P от всего R? Это что такое? Это вероятность такого события, что х попала во всю прямую. Это что такое? Весь штаб? Один. Ну нет, это пока еще не один, это омега внутри. Это один, да. Так, и осталось свойство сегмодитивности проверить, правильно? Значит, смотрите. Пусть у меня по парню пересекающийся множество B1, B2 и так далее. Баррелевский. Пусть B1, B2 и так далее – это баррелевские множества. Такие что B и T в пересечении с B житым пусто, да? Распределение вероятности от дизюнтного объединения вот этих баррелевских множеств – это что у меня такое? Это вероятность от такого события, что х попало у меня в такое объединение, правильно? Это когда? Это когда у меня… Вот такая вещь выполняется, да? Ну, х попадает в объединение, если у меня х попадает хотя бы в одно. На суть. Но учитывая, что у меня B и T не пересекаются, у меня и омеги, при которых это происходит, они тоже не пересекаются. Потому что у меня омега не может в разные два множества перейти. Вот. Поэтому получается так. Но P, она является сигмодитивной, поэтому это будет сумма по всем I, P попало в BI. Теперь обратно запаковываем вот это. Это сумма по I от нижней до бесконечности, Px от BI. Все. Я написал неразжёганное решение. Разберитесь, почему вот это, вот это, да? Ну, а дальше-то все понятно. Единственное, вот это разберите. А это как делается? Только вы должны расписать, что это такие омеги, при которых х от омега попало сюда. Вот. Но на самом деле вот то, что тут написано, это прообраз вот такого множества. А прообраз от объединений, это объединение прообразов, а если вот эти множества не пересекаются, то и прообразы тоже не пересекаются. Это, собственно, то, что надо осмыслить. Ну, вот и все. Так. Значит, я вам вышлю лекцию вот эту с упражнениями, вы порешаете это дело, и мы тогда в новом году уже приедемся. Все. Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо.